Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Мистер Босс. Сегодня мы с вами продолжаем обзор модов для Спинтайрс Мудрана. И сегодня у нас на обзоре мод БелАЗ 7540. 30-тонный многофункциональный карьерный самосвал повышенной проходимости с задним приводом. Имеет свои аддоны и стандартные прицепы. Автор данного мода АВАД ДОН, ребята. Вот такой вот интересный у нас здесь БелАЗик, да, но почему-то он мне показался каким-то маленьким. Я специально создал Sky700 и еще что-то в моем понимании БелАЗ какой-то должен быть гигантский, а здесь он какой-то все-таки у нас прям малыш такой. Анимации топливных баков у нас присутствуют. А это что у меня вообще здесь за бочки? Они у нас снимаются? Здесь нет вообще. Инсталлет. Нет. Не снимаются. Вот так мы их снимаем. Вот он дизель, да, 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 да. Это у меня они сами здесь сейчас появились, ребят, поэтому мы их с вами сейчас сняли. Итак, поехали. Анимация кардана у нас с вами присутствует. Стоп-сигналы загораются сразу у нас, да. Приятный такой, в принципе, звук. Задний ход, лампочка загорается. Есть возможность подключения блока дифференциала. Моноприводный у нас идет полного привода. Здесь отсутствует, ребят. Поехали по текстуре. Только сейчас давайте, знаете, что мы сделаем? Заглушим его. Прикольно. Вот это прикольно. По текстуре, ребят. Мне не нравится вот это вот что такое. Она какая-то, смотри, да, как на гугл-картах, блядь. Вот включаешь режим спутника. Вот здесь хрень полнейшая. И здесь хрень полнейшая с белым. Вот текстура на колесе шикарная. Перфорация классная, да, вот это сделано. А почему вот это так передается цвет? Я, честно говоря, не понимаю. Заводим. Бля, заводится вообще моментально, конечно, да. У нас анимации все присутствуют. В этом плане, конечно, все замечательно. Включаем фары, ребята. Смотрим ночь. Освещается белый а-ля такой ксенон. Все прекрасно, в принципе, видно. А в этом плане все хорошо. О, а себе! Вот это белас. Вот это я понимаю, бля, конкретно. Ну, да, анимированы у нас брызговики. Здесь идет тонированное стекло. Ну и так вот смотришь, оно тоже тонировано. И здесь передается также тонированным. Сер... Нет, вот там что-то он в зеркале сделал. А вот здесь, я не помню, сделал он или нет. Тут какое-то что-то очертание как будто бы есть. Анимация руля присутствует. Иконочки, конечно же, присутствует. Магнитола Sony у нас здесь стоит. Магнитола Sony стоит. Такая, ребята, у нас здесь прикольная торпеда. Хм, торпеда реально интересная. Посмотрите, да, она, конечно, не анимирована. Я что-то... Меня уже путаюсь. Мы играли недавно в SnowRunner. И я смотрю, думаю, почему не анимированы стрелки? Хотел за это сначала сказать. Реально, если что, извиняйте, ребята. А также у нас идет пятиступенчатая коробка передач. Но анимация присутствует. Водила сидит. Это на самом деле все классно, друзья. Переносимся в гараж. Погнали посмотрим, что у нас присутствует здесь по аддонам. Кузов. Шесть очков погрузки. Вот такой вот у нас сюда загружается кузов, ребята. Ну, какой-то он... Не, ну, он высокий. Он высокий, но какой-то он неестественный, не? Средний нет, длинный нет. Короткий, да. Шесть очков погрузки. Просто гора песка у нас, дроплот. Четыре коротких бревна выпадает. Которые мы с вами обратно спокойно погружаем, ребят. Снимаем кузов. Лесовоз. Для этого нам необходимо установить БелАЗ-трактор. Теперь мы можем поставить лесовоз. Восемь очков погрузки у нас перевозят. Вот такой вот здоровенный, ребята, лесовоз. Ставим БелАЗ-лесовоз. Загружаем восемь очков погрузки. Слушай, нормально. Нормальный руль, блядь. Вот резвится автор, да? А Вадон в этом плане молодец. Во-первых, он не парится, что он делает. Я вам так скажу. Он делает всякие эксклюзивчики. И ему по барабану кто чё про него говорит. Чувак делает свое удовольствие. И балдеет. Так, сюда мы что такое? ПГС-9. Я так понимаю, мы можем даже в него что-то погрузить? Да. Три очка погрузки. Серьезно? Три очка погрузки. Дропло. У нас выпадает два коротких бревна. Кладутся сверху. Полы не грузятся. Тоже замечательно. Кузов у нас здесь не встает. Дизель можем установить. Сюда дизель наставится 600 литров. Три такие бочки по 200 литров. Ну, реально место есть. Да, классно смотрится. А ПГС-9. Белас трактор. Это у нас с вами сцепка идет такая. Трал. Трал. Для этого Белас трактор. Для этого ПГС-9 убираем. И вот теперь мы можем установить с вами трал, который также у нас еще и что-то перевозит. Рабочий, кстати, трал. Рампа отодвигается. Парк-трейлер тоже выезжает. Опора у нас здесь. А грузится что-то сюда. Проверяем. Длинные нет. Средние, да. 8 очков погрузки. Средние бревна. А загрузил. Это кузова. Кузова. Двелаза. Ребят, кто не знал, вот вам сразу гайд сходу, блядь. Два кузова, короче. У нас сюда с вами погрузились. Дроп-лот. Выпадает 4 средних бревна. И надо их укладывать. И надо их укладывать, загрузить. Мы уже с вами их сейчас не сможем. Еще раз дроп-лот. Еще раз кидываем груз. Вот сейчас не укатилось. Все здесь у нас осталось, ребят. Прикольно. Прикольно вот это, я вам скажу, прикольно. Давай-ка в гараж перенесемся. Поехали дальше по аддону. Дизель смотрели. Фулл трейлер. Это у нас уже пошло дефолтный. Но он немножко несуразный, наверное, у нас здесь смотрится. Сцепка очень высоко идет, ребят. Гаражный трейлер дефолтный. Гараж также есть свой на трейлере у нас встает. Гараж лайт есть. 4 очка гаража, да. Маленький такой прицепчик. Здесь такой большой прицеп. Тоже 4 очка гаража. Но еще 2000 литров топлива и 1100 рельки он у нас перевозит. Также у нас идет здесь кран. Кран мы можем... Кто пишет, блядь? Где у нас это? Где-то кто-то что-то пишет. Понял. Принял. Работает. Белаз трактор. Так, мы с вами... Посмотрите, кран. Кран у нас. Вот такой здесь кран устанавливается. Ну-ка, проверим. От 538 как будто бы, да. Он все работает. Кран граб у нас. Захват на пятерочку. Все как положено. Опоры выезжают. 6, 7. Все это выставляется. Кран поднимается. Кран вертится. Кран крутится. Возвращаем его назад. Беспроблемное место встает. Кстати, с крана мы можем с вами везти как раз маленькую тележку на 3 очка. На 3 очка, но не более того. И уже только гаражные трейлеры. Также тележку дефолтную можно везти. Утилити трейлер. А я хотел еще посмотреть, ребята, на самосвале. Цепляется ли у нас что-то? Работает ли у нас вообще этот кузов? А то я не поглядел. К сожалению, нет. Давайте на нем, наверное, и поедем. Так как у нас все-таки монопривод. Стоп-сигналы загораются. Задний ход также. Лампочка загорается. Блок дифа подключаем. Заезжаем на погрузку. Поехали посмотрим, как он ведет себя у нас, ребята, на бездорожье. Шесть очков погрузки мы с вами погрузили. Посадка. Вот садишься в салон. Ну, во-первых, тонированный. Как это в ночи? Смотри, включаем ночь. Нихренашеньки не видно. Да, пары вроде включаешь, но все равно. Тонированные стекла, как по мне, наверное, все-таки, ребят, лишние. Лишние в этой игре. Хотя в жизни, наверное, будет, в жизни будет, наверное, прикольно. Здесь 75-ю грязь. Хотел сказать, без каких-либо проблем. Ехали вообще без проблем. Мы больше просто куда-то, как будто бы с вами здесь уперлись. Топливо с собой везем. Расход 16 литров у нас был сейчас, да, в грязи. 75-ю грязь. Проезжаем без каких-либо проблем. Разворачиваемся и въезжаем, ребята, в 85-ю грязь. Уверенно. Уверенно пролетели 75-ю. И также, зараза, уверенно проходит он у нас в 85-ю грязь. Ну, читерская настройка. Ну, белаз, блядь, с одной стороны, да. Но, с другой стороны, слишком легко, слишком легко на нем здесь будет это все проезжаться, ребята. Поехали, тест гора. Блок дифа сразу подключаем. Ну-ка, пятую сразу подхватит, нет? Да, пятую подхватили. Расход небольшой. Ну, монопривод. Монопривод. Здесь, по крайней мере, есть какое-то все-таки логическое объяснение, да, ребята. Подключаем вторую. Проезжаем с вами отметку с камнями. И посмотрите. И дальше-то ему уже тяжеловато прям. На второй, по крайней мере, было. На первой. У него сейчас, вот, когда идет опора на задние колеса, он сейчас перевернется, да. Он сейчас задрется просто. Задерет вот эту переднюю часть. И просто сейчас перевернется, ну. Да, ему тяжело тут рулить, сука. На! На, бля! Урал здесь стоял, бедняга тоже пострадал, ребята. Все, не нахер. Вот здесь тебе, вот здесь тебе, братьях, место. Вперед Урала полез. На, лови, да, как говорится, ребят. Не заехал он у нас, к сожалению, сюда. Но сразу, что мы видим, ребят, анимация рулевых тяг. Так, вот это мы не зря перевернулись. Это реально классно. И продолжаем дальше переворачиваться. Продолжаем дальше наблюдать анимацию рулевых тяг. Сейчас вы, смотрите, в такой позиция номер 1. Я тебя отдам. Смотри, анимация, ребята, рулевых тяг у нас с вами присутствует. Присутствует. Анимация кардана присутствует. Все здорово. Все молодец. Все замечательно. Переносимся с вами на тест на продольный переворот. Загружаемся, опять же, 6 очков короткими бревнами. И давайте посмотрим. Ну, по идее, должен перевернуться. Чуть ли не сразу. Автономка дефолтно сразу переворачивается. Ну, здесь у Беллаза, походу, широченные колеса. Хорош, блядь. Ну, колеса широченные, но он ехать не может здесь, да? Вывешивается задние колеса. Посмотрите, ему тяжело ехать здесь. И он не переворачивается. Серьезно. Как бы мы его не заламывали. Не, ну это не дело. Это уже чит тогда. Как мы с вами выяснили, здесь на продольном перевороте должны переворачиваться все машины, которые настроены примерно как дефолт. А здесь у нас переворот никакого не происходит. Да, колеса широкие, но тем не менее, как мы его не заламывали, ничего у него здесь не получается. Снимаем, ребята, кузов. Снимаем, ребята, кузов. И давайте поглядим, давайте поглядим, что у нас здесь с физикой. С физикой. А нам хватит? А, ну физика присутствует, посмотрите, да? На балку, по крайней мере, здесь он наехал, физика присутствует. Молодец! Вот когда молодец, тогда молодец, ребят. И подвесочка мягонька, хоть и каратыш он у нас такой, да? Но подвеска-то, посмотрите, мягонько отрабатывает. А? А? Смотри. Смотри. Ну все, мягонько проходит. Ну, в чем проблема? Нет проблемы, настроил хорошо подвеску. Ма-ва-дец, ребят. Я, повторяюсь, я знать не знаю данного мододела. Я некоторые его моды уже смотрел. Был где-то полный трэш. А где-то вот за... Ну, все замечательно. Замечательно, на самом деле. Воды в салоне нету, ребят, так как пипы у нас здесь присутствуют. И это, на самом деле, классно. Слушай, мне прям все больше и больше нравится. Переносимся сюда. Зажимаем ручник. Ручник у нас держит. Все, на задние колеса без проблем. Все это дело. Третье, четвертое. Сходу врежемся, нет? Да, ну здесь редко к производу залетает. Данный мод у нас заезжает. Ручник держит без каких-либо проблем. Тормоза также без проблем держит. С места трогаемся в горку. И также заезжает он у нас сюда наверх. Поехали, посмотрим его максимальную скорость, ребята. Инфо, пополнить. Кстати, сколько? 50 литров мы всего лишь его заправили сейчас. После 75 кгзи я случайно его пополню. Первая 17-18 км в час. Вторая 29 кг. Третья очень короткая 35 км в час. Четвертая 47-89-50. И последняя, пятая пидорача, ребята. Очень быстрый БелАЗ. Очень быстрый БелАЗ. Посмотрите. 62. 62 и 6 его максимальная скорость, ребята. А 400 очков урона мы с вами получаем. Слушай-ка, а он у нас такой широченный, что, наверное, даже здесь он у нас не пролезет? Или прям впритык? Не, не пролезет. Просто не пролезет. Ладно, переносимся на серпантин, ребята. И давайте подытожим. Поставим ему кузов. Ему реально прикольно смотрится. Или если у вас большой, подвес табличку. Вот этот. Вот в таком исполнении. Сцепка. Очень классно. Ребят, серьезно. Очень классно придумана сцепка. Сразу ремка у нас здесь идет, да? С колесами запасными. Кстати говоря, подожди-ка. Куда колеса запасные? Сюда иди. Сюда иди. 600 очков ремонта. Минусы-то нам нужны. Давайте посмотрим. Запаска исчезнет или не исчезнет. Запаска здесь появляется, а вот исчезает ли она? Так. Advanced. Repair. Вот, 600 очков. Вот эта машина у нас также на 600 сломана. А-ха-ха-ха-ха. Блядь, минус нашли мы. Вот так-то, блядь. Хотел уйти он у нас, да? С одними плюсами. Вот и минусы, ребята. Запаски, к сожалению, здесь не исчезают. Ну, это такой минус, конечно. Но, тем не менее, минус есть. Ребят. Ну, а в целом, когда я реально собрался посмотреть данный Белас, он какой-то на фоточках такой невзрачный. Какой-то такой себе прям, да. И я думаю, какой-то очередной трэш-мод. Резина какая-то неестественная. Короче. Самая главная проблема, ребят. Самая главная проблема, как по мне, с данным модом, это с его текстурой. Она какая-то очень замыленная. Посмотрите, да. Ну, что-то не то, ребят. Я не знаю, как вам YouTube это передаст, но явно что-то не то. То есть она вся замылена. Хотя перфорация отличная. На бочках. Почему на бочках, блядь, охеренно текстура легла? Посмотри. Бля, вот в такой его покрась цвет. И будет вообще шикарно, да. Вот. Здесь же что-то прям явно проблема с текстурой. Проблема с текстурой колес. Слишком они какие-то насыщенно новые. Насыщенно черные, что ли, как-то. Насыщенно новые какие-то, как будто, да. Хотя весь он прям у нас такой потрепанный. Это как-то неестественно здесь выглядит. А на самом деле хорошее количество аддонов понравилось. Ребят, классный мод. Проходимость завышена. Ну, вы видели, как он на 85-ю грязь проезжает. Ну, такого быть не должно. 75-ю, ладно, может проезжать, базар нет. Но 85-ю он должен был встать. А он у нас просто уверенно летит. Я считаю, что это, наверное, неправильно. По аддонам все в порядке. Свои аддоны присутствуют. Это классно все смотрится. Свои груза. В целом, снимаем за текстуру, что не пропадает это. 9 баллов, ребят, из 10. На самом деле, в аддон молодец. Очень понравился мне данный белазик. Очень интересный. Красавчик. Реально красавчик. А что вы думаете, ребят, по данному поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Всем счастья, здоровья, до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова